Здравствуйте, дорогие зрители Original TV. Нашим зрителям Lucky Dreamer был задан вопрос. Как расширить круг общения после 30 лет? Вопрос не праздный. По статистике, около 30% людей чувствуют себя одинокими и являются одинокими. Людям трудно вступать в социальные связи, трудно знакомиться, трудно выстраивать отношения, трудно расширять круг общения. Дело в том, что я считаю, что интереснее человека нет ничего на свете. И каждый человек это Вселенная. Каждый обладает уникальным опытом. Каждая это книга, которую можно с огромным интересом читать. Но давайте я набросал несколько пунктов, как расширить круг общения. Итак, первое. Знакомство, настоящее знакомство, начинается со знакомства с самим собой. Человек, всегда будет актуальна древнегреческая фраза, человек, познай самого себя. Итак, прежде чем искать общество других людей, прежде чем искать с кем бы поговорить, необходимо познать себя. Для того, чтобы обратиться к своему сознанию, к своему подсознанию, необходимо начать изучать самого себя. Это самое интересное знакомство и самый интересный человек для вас, это вы сами. С этого должно начинаться любое знакомство, любое общение. С интереса неподдельного к самому себе. Когда вам интересно с самим собой. Когда вы для себя становитесь источником радости, вдохновения, счастья, любви. Когда вы, памятуя о том, что мысль обладает энергией, генерируете эту энергию, которая дает вам силы, желания, мотивацию, радость, удовольствие общаться с другими людьми. Это первое. После того, как вы познакомились с самим собой, открыли для себя космос собственного «я», и приуготовили свою внутреннюю вселенную для знакомства с другими планетами, вы начинаете с ними общаться. Дело в том, что 30 лет прекрасный возраст, 40, еще прекраснее, 50, это расцвет интеллектуальной деятельности. Но чтобы эта деятельность, конечно, расцвела, необходимо постоянно тренировать свой мозг, нагружать его, давать ему работу. И чем лучше ваш мозг работает, чем больше у вас интересов, чем шире ваш кругозор, тем больше людей вокруг вас, тем интереснее ваша жизнь, тем больше совместных проектов и тем шире круг общения. Наши интересы – это отражение состояния нашего мозга. Чем больше мозг по объему, тем больше круг интересов и, конечно же, круг знакомств. Вы можете посмотреть мои видеоролики, их около 2000 на канале Original TV и увидеть, какие они разные. Они где-то на 15 языках. Это не значит, что я знаю все эти языки. Но часто мне, когда я по приглашению своих новых друзей, бывал на каких-то мероприятиях интересных, я слушал выступления людей на непонятном мне языке, я записывал, мне нравилась мелодика языка, само действо. И тут даже не важно, понимаешь ли ты этот язык. Хотя, конечно, хорошо бы знать арабский. Но потом мне переводили, конечно, содержание стихотворений, и я понимал, о чем идет речь. Но вот записи я делал для тех, кто знает этот язык, кто не мог присутствовать на этом мероприятии. Но хотел бы приобщиться к высоким образцам, например, арабской современной поэзии. Итак, ваш мозг будет вас вести и сделает вас открытым и расширит ваш круг общения до пределов целого мира. И даже позволит выйти за пределы данного мира и трансцендировать. И тогда у вас появится новый опыт, опыт трансцендентный. Дальше. Иностранные языки. Изучайте иностранные языки. У меня есть друзья, с которыми мы изучаем языки эти. Кроме того, я общаюсь на нескольких языках, завожу друзей. И нам есть о чем поговорить. И это безумно интересно. Когда вы знаете язык, допустим, французский, в каждой стране есть французский институт, который, например, который организует огромное количество мероприятий, встреч и так далее, где вы можете увидеть и познакомиться с очень оригинальными, интересными людьми. Опять же, я был во французском институте в Эстонии, в Таллине, и видел там довольно-таки интересных людей. И внешне, и по манерам, и по содержанию тоже. Я общался, но английский язык еще проще. И у меня масса общений на английском языке. Это представители разных культур. И, конечно же, мне открываются эти культуры. Где-то я видел такую фотографию с надписью на французском языке. Иностранцы, не оставляйте нас наедине с французами. Французы, жить в своей, в одной культуре, вот эта монокультурность, довольно-таки тяжелое бремя. Человеку необходимо выходить за рамки своей культуры. Это можно сделать только, зная иностранный язык. Опять же, много говорится о времени личности. Так вот, сбросить это бремя можно, изучив иностранный язык. Потому что иностранный язык дает возможность обновления. И как бы создания новой личности. И вот, общаясь, допустим, с представителями африканского континента, я радуюсь, потому что они рассказывают мне очень много всего интересного. про историю своей страны. Рассказывают мне какие-то легенды, какие-то сказки, какие-то рассказы. Пересказывают романы Чинуа о Чебе. Ну, это настолько интересно все. Они танцуют, они готовят. Я научился у них готовить африканскую еду. Я теперь сам ее готовлю так. Добавляю в пищу острый перчик. Чили, пеппер. И это очень вкусно. Я вообще очень вкусно готовлю. Намного вкуснее, чем в таллинских ресторанах. Во многих. Вот. И, конечно, благодаря этому вы обретаете, ну, такой круг общения. Только успевай общаться. Главное, имей желание. А люди, как правило, мы все существа социальные, мы нуждаемся друг в друге. Дальше. Общее дело. Но я люблю, как вы знаете, я пишу книги, человек активный. Да, быть активным. И вот, например, с доктором Куком, которого вы все знаете прекрасно и смотрите его замечательные выступления, мы создали Таллиннский психологический клуб, мы издали книгу, мы делаем видеопроект, который пользуется огромной вашей популярностью. Вы смотрите, благодарите и учитесь, а формируете у себя психологическую культуру и так далее. Это вам помогает решать ваши проблемы многие. Вот. Результат сотрудничества. И это результат сотрудничества нашего. То же самое вы можете делать. Дальше. Участие в трансформационных играх. Например, ну вот на трансформационных играх, на эти игры, трансформационные, психологические, они очень популярны. Приходит очень много замечательных людей, которые хотели бы изменить свою жизнь. Так же, как и вы, правильно? Которые хотят перемен, которые хотят новых знакомств, новых друзей, новую работу, новые отношения, повысить своё благосостояние и так далее, и так далее. Пожалуйста, это ваши единомышленники. Поэтому участвуйте в трансформационных играх, и они помогут и вам, как-то дадут дополнительный стимул, да? Да, поддержат это ваше стремление добиться целей. Дальше. Сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг очень хорошая вещь в плане социализации. Конечно, сейчас можно вести бизнес через интернет и не соприкасаться с людьми. Но в то же самое время сетевой маркетинг ценен чем? Своими ценностями, да? А ценность в общении. В том, что люди, предлагая какой-то продукт, да, они общаются, они интересуются вашими потребностями. И в конце концов, вот, на этом можно построить и хорошие, прочные отношения, дружеские. И деловые. То есть, можно не только стать членами команды, какой-то друзьями, вместе проводить время, устраивать вечеринки, какие-то мастер-классы, шашлычки, там, и так далее, да? Походы на концерты. Меня теперь постоянно приглашают на концерты. Вот вчера был концерт замечательный. Я про него забыл просто. Мне уже и билет прислали бесплатный. Я забыл про концерты. Это так, вот, но мероприятия, мастер-классы, куда приходят люди и с удовольствием делятся своим опытом, рассказывают то, что я вот не знаю, много всего интересного, да? И так далее. Вот, пожалуйста, вам круг общения, да? Тоже новый круг общения, новые люди. Вот, сетевой маркетинг. Вот, поэтому, кстати говоря, подписывайтесь. Ссылки будут под описанием, под роликом, в описании. Регистрируйтесь в нашу команду Siberian Wellness. И когда вы действительно захотите общаться, этого просто надо действительно хотеть, тогда действительно вы найдете людей, найдете возможности для того, чтобы общаться с ними. Вот, и в вашей жизни появится все. Вот просто все, что вы хотите. И приглашение, и совместный бизнес, и совместное творчество, и любовь, и путешествия. Но все, что в вашей душе угодно. Единственное, что нужно для того, чтобы расширить круг общения после 30-ти, это действительно этого захотеть. Чтобы иметь друзей, надо самому быть другом. Чтобы вас любили, надо самому любить. Чтобы вам было интересно с людьми. Вы сами должны быть интересной личностью. И я часто себя ловил на этой мысли. Что вот, допустим, на этом мероприятии, ну на каком-то, мне было бы скучно, если бы там не было меня. Вот, поэтому будьте интересны самому себе. Если вы себя приняли, если вы себя полюбили, если вы осознали свою ценность как творческой личности, как источника любви, источника позитивных эмоций, источника радости и счастья. Когда вы поняли, что для вас важно не то, что мир вам может дать, не то, что люди могут вам дать, а то, что вы можете дать миру и людям, тогда ваша жизнь сразу заиграет такими яркими красками, которых вы раньше не видели, и которых в природе не существует. Поэтому... Поэтому я вам желаю... помните об этом и осознайте свои потребности, конечно же, и начните их удовлетворять. Да? В том числе потребность в общении. Вот в таком хорошем, качественном, веселом общении. Вот я сейчас читаю книгу Экклесиаста, так он практически в каждой главе пишет о двух вещах. Первое, вот рефрен такой, что всё суета, а второе, вот богатство, бедность, слава, бесславие. Ну, вот всё суета. А второе, если всё суета, то надо веселиться. Веселиться и наслаждаться жизнью, радоваться. Вот у него вот две вот эти линии. Всё бессмысленно, всё суета, и поэтому надо радоваться жизни. Так что я желаю вам радоваться жизни, веселиться и веселить других людей, наслаждаться каждым моментом в жизни. И помнить, что именно вы и есть источник общения. Вы и есть тот интересный человек, с которым хотят общаться, общество которого ищут. Вы не одиноки. И достаточно просто сказать «я есть», «я хочу общаться», себе сказать, да. И достаточно просто выйти в люди, пойти на любое мероприятие, подойти к человеку, который вам интересен. И всё. И тут завертится, закрутится, и откроются все двери, все возможности. Главное, чтобы вы этого действительно хотели. Помните, что мысль обладает огромной силой, слово обладает огромной силой, мысль обладает энергией. Мыслите позитивно, генерируйте энергию любви, становитесь источником любви, света, добра, счастья, радости. И ваш круг общения будет огромным. Вокруг вас всегда будут светлые, прекрасные люди, с которыми вам будет нескучно, весело. Вот, и вы будете счастливы. Уже никаких трудностей с общением не будет, не возникнет. Вот так. Всем хорошего дня, хорошего настроения, продуктивного общения. И комментируйте этот видеоролик, высказывайте своё мнение, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы, будем вместе искать на них ответы, будем вместе меняться к лучшему и духовно расти.